Глава МИД Польши обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны. США грозит Венесуэле военной операцией. Трамп намерен инициировать расследование против Китая. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны вместе с гитлеровской Германией. Таким образом, глава польской дипломатии ответил на слова посла России в Варшаве Сергея Андреева о том, что Польша должна сохранять памятники советским воинам в благодарность за освобождение страны от нацизма. «Я бы скорректировал этот исторический нарратив, потому что нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения от немецкой оккупации. Нужно помнить, что Советский Союз очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны и вместе с Германией напал на Польшу. Следовательно, он также несет ответственность за начало Второй мировой войны». На заявление польского министра уже отреагировали в Москве. В частности, председатель Комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев назвал высказывание Ващиковского безнравственным. «Я напомню, что Польша в первой половине 30-х годов представляла гитлеровскую Германию в Лиге наций. После известного мюнхенского сговора по разделу Чехословакии, именно Польша, не являясь формальной участницей этого сговора, присоединила к себе насильственно значительную часть Чехословакии». Косачев отметил, что на сегодняшний день в ряде стран, которые не имеют собственной истории борьбы с нацизмом, принято выдумывать более красивую историю Второй мировой войны. «Нужно понимать, что эти попытки не прекратятся. Противодействовать этому можно, только продолжая вкладывать собственные материалы и интеллектуальные ресурсы, чтобы раз за разом отстаивать объективную правду истории, а она совершенно точно на нашей стороне, на стороне нашего народа и всех других народов, которые воевали с гитлеровским нацизмом в годы Второй мировой войны». В свою очередь, председатель Комитета Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков напомнил польскому министру, что отчет Второй мировой войны необходимо вести с момента, когда западные государства позволили Германии осуществить аннексию судетов. «Нет, господин Ващиковский, начало Второй мировой войны нужно вести от Мюнхена, когда Запад отдал Чехословакию Гитлеру, а Польша урвала свой кусок от нее», – написал Пушков в своем твиттере. Президент США Дональд Трамп после встречи с госсекретарем Рексом Тилерсоном и постпредом Соединенных Штатов при ООН Ники Хейли заявил, что не исключает проведение военной операции в Венесуэле. «У нас много вариантов для Венесуэлы, кстати, я не стану исключать военный вариант». Позднее слова американского президента прокомментировали в Министерстве обороны Венесуэлы. Глава военного ведомства Владимир Падрино Лопес назвал заявление Трампа безрассудным. «Это безрассудный поступок, это наивысшее проявление экстремизма. В Соединенных Штатах правит экстремистская элита». Напомним, что отношения между Вашингтоном и Каракасом обострились на фоне выборов Национально-учредительное собрание Венесуэлы. США считает это нарушением демократии, в связи с чем против Боливарианской республики уже были введены санкции. Президент США Дональд Трамп готовится инициировать расследование в отношении Китая по обвинениям в нарушении прав Соединенных Штатов на интеллектуальную собственность и передачу технологий. Об этом пишет газета «Политику». Источники издания в администрации президента сообщили, что Трамп сделает это уже в понедельник. Расследованием в рамках 301 статьи закона о торговле от 1974 года займется американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Эта статья позволяет Вашингтону в одностороннем порядке установить барьеры на пути экспортных товаров в страну. При этом отмечается, что начало расследования не повлечет за собой немедленного применения санкционных ограничений в отношении Пекина. Тем не менее, источники «Политику» допускают, что в будущем пошлины на ввоз китайских товаров США будут повышены.